Вы когда-нибудь задумывались о том, что от того, что вы едите, зависит то, как вы будете себя чувствовать в течение всего дня? Нет, я сейчас не буду вам рассказывать о основах здоровой пищи, я не буду сейчас читать мораль о вегетарианстве и о прочих-прочих вещах. Я просто расскажу вам о тех продуктах, которые реально помогут вам зарядиться энергией и бодростью на весь день. Но сначала я хочу поговорить о еде, которая забирает энергию. И я сейчас не буду тратить время на рассказы о том, какая вредная кола и копченость и прочие вещи. Я выделю именно те продукты, которые больше всего кладут энергию в течение нашего дня, если мы употребляем их в пищу. На первом месте у нас жирное жареное мясо. Оно содержит очень много холестерина, трансжиров и всяких неприятных вещей. Оно очень тяжело переваривается, особенно если это говядина. И не упаси, боже, вас запить ее холодной водой, желудок будет тратить очень много энергии для того, чтобы эту вкусняшку переварить. Следующее – это копчение. С копчением это вообще отдельный разговор. Прямо того, что они тяжело усваиваются, они еще также отравляют наш организм. И организм тратит силы на то, чтобы не только их переварить, а чтобы также вывести то, что попало в кровь вместе с этой вкусняшкой. Вместо копчения, если вы не хотите, можно заменить домашнюю колбасу или просто купить ту же самую ветчину, чтобы при этом она пахла более-менее натуральной и не была подкрашена. То есть выбирайте наиболее натуральные мясные изделия, если вы не можете никак без них жить. Следующее. Вот здесь вот для некоторых будет открытие, потому что многие считают, что кофе, оно бодрит. Ничего подобного. Оно дает быстрый бодрящий эффект, но этот эффект очень быстро проходит. И если вы будете пить много кофе в течение дня, это приведет к не очень хорошим последствиям, таким как вымывание кальция из организма. Вы будете чувствовать слабость, разбитость, и вы будете ощущать, как от вас уходят силы. Чем больше кофе в течение дня вы пьете, тем больше энергии вы расходуете. Если вы очень любите кофе, особенно натуральный кофе, сваренный в турке, хороший, да, не больше одной чашечки в день с утра. Этого достаточно. В течение дня старайтесь больше не повторять своего подвига и избегайте растворимый кофе. Следующий вредитель – это рафинад. Рафинированный сахар, в котором практически нет никаких полезных веществ, и в котором очень много калорий, и который откладывается во всех самых укромных местах нашего организма. Дело нашей фигуры более пышной. И кроме этого, он тоже дает быстрый заряд энергии. То есть если вам надо быстро взбодриться, вы можете выпить до стакана сахара, но здоровье-то скажется не лучшим образом. И вот третья вещь, которая тоже дает сначала расслабление преливной энергии, но потом забирает энергию и бодрость – это алкоголь. Если у вас есть какое-то серьезное дело, и вам надо быть бодрой, в течение суток до этого важного дня не употребляйте алкоголь, и тогда вы будете чувствовать гораздо лучше. Ну, здесь я картинку не поместила, но еще одно тоже напиток, который содержит много кофеина – это кока-кола. Тоже после гладка кока-колы вы чувствуете прелив в бодрость, потому что там очень много кофеина. Но в результате эта бодрость вам аукнется слабостью через какое-то время, довольно, кстати, быстрая и непродолжительная. Так что я бы рекомендовала вам избежать употребления этих четырех продуктов в течение дня, если вы хотите быть энергичным и продуктивным, и если вы уже ощущаете на себя последствия хронической усталости. А теперь мы поговорим о еде, которая дает энергию. Интересно, что это, да? Итак, ну, конечно же, овощи и фрукты. Чем больше в вашем рационе овощей и фруктов, тем бодрее и энергичнее вы будете. Потому что, во-первых, это клетчатка, которая хорошо прочищает весь кишечник. Кроме того, это витамины, микроэлементы. Овощи и фрукты содержат очень много полезных веществ, которые заряжают вас бодростью и энергией в течение всего дня. Старайтесь, чтобы в вашем рационе было как можно больше и зелени, и овощей, и фруктов. Кисломолочные продукты. Кисломолочные продукты, они легко усваиваются организмом, дают, это как хороший источник кальция натуральный, природный. И кроме того, йогурт, натуральный йогурт, он содержит бифидомбактерии, которые положительно воздействуют на ваш иммунитет. Включите в свой рацион кисломолочные продукты, и через неделю вы увидите реальные изменения в своем самочувствии. Следующее – это злаки. Злаки в виде каш, мюсли, цельнозернового мультизлакового хлеба. Никакой сдобы. Сдобы, чем она коварна? Она коварна тем, что она откладывается на стенках кишечника, как пластилин, закупоривает все, и не дает поступать питательным веществам в ваш организм. Даже если вы будете пить там супервитамины, да, это просто они выйдут, потому что это ничего не впитается. Сдоба, она мешает усвоению. Если в вашем рационе недостаточно клетчатки, не увлекайтесь дрожжевым хлебом и сдобой. Конечно, да, раз в неделю можно скушать булочку, но каждый день в больших количествах. Если вы каждый день едите сдобу, замените ее на мультизлаковый хлеб или цельнозерновой. Мультизлаковый и цельнозерновой. Макароны из твердых сортов. Тоже желательно, чтобы макароны были качественные из твердых сортов. Или просто откажитесь от них, заменив их на каши. Бобовые орехи и семечки. Эти продукты, они содержат очень много белков, микроэлементов, омега-кислот, омега-3 жирных кислот. И они хорошо усваиваются и тоже дают медленную энергию на весь день. Так что, если вы хотите быть энергичной, запаситесь семечками. Семечки, орехи в течение рабочего дня, если вам вдруг резко хочется есть, пожелайте лучше орешков. Бобовые, их можно использовать как гарнир, употреблять их с мясом, с салатами, добавлять везде. Тоже очень хорошая вещь, которая реально дает бодрость и энергию. Рыба и морепродукты – это источник селена, это источник йода и цинка. Старайтесь употреблять морепродукты и рыбу в перемешку с мясом. Старайтесь заменить, если вы яры мясоед, постарайтесь заменить несколько приемов мяса рыбы и морепродуктами. Рыба и морепродукты еще называют пищей для мозга, потому что также она содержит фосфор. Рыбные продукты, они гораздо проще перевариваются нашим желудком, не отягощая его, и он не затрачивает столько энергии, как на переваривание мяса. Очень важный момент. Рыба и морепродукты должны быть не копчеными, не солеными и не жареными. Их можно варить, их можно тушить, но избегайте этих способов обработки. Куриная грудка – это легкий диетический продукт, который тоже очень легко усваивается нашим организмом, содержит много полезных веществ. Так же, как и к рыбе, относится и к куриной грудке. Она должна быть не копченая и не жареная. Витаминная поддержка. Осенью, когда у нас заканчиваются овощи и фрукты, обязательно поддерживайте свой организм мультивитаминами. Обязательно посмотрите, чтобы в вашем комплексе присутствовал цинк, селен, железо, витамины группы В, витамины А и Е, кальций и лицетин. Особенно, если вы заняты на очень тяжелой работе, которая требует от вас очень большой концентрации, если у вас напряженная мозговая работа. Обеспечьте себя витаминами группы В, кальцием и лицетином. Они помогут снять напряжение с вашей головы и улучшат ваши мыслительные способности. Организм можно поддерживать как аптечными витаминами, так и натуральными витаминами, которые содержатся в БАДах на основе натуральных травяных экстрактов. Например, капсулы и сок нони. Это натуральные витамины, которые легко усваиваются и дают энергию и бодрость. Хоть сейчас и можно найти информацию в интернете, видеоролики с оповержением того, что нони – это вообще развод и так далее, но многие, кто пробовал на себе сок или капсулу, они чутили, что у них реально появляется прилив энергии, в течение дня появляется бодрость, и эти люди, которые принимают регулярно капсулы и сок в осенний и зимний период, они меньше болеют. Геностема пятилистная, джеагулан. Это препарат, который нормализует гормональный баланс в организме, и также эти капсулы, они омолаживают все органы и системы. Гинго-белоба – это питание для мозга. Если у вас, вы страдаете хронической усталостью, гинго-белоба поможет вам сконцентрироваться и прояснить ваши мысли. Ягоды Годжи. Но здесь я рекомендую с осторожностью их принимать, потому что у этих ягод есть противопоказания, и они не всем подходят. Если вы находитесь в очень пикантном возрасте, и у вас уже началась пауза, то вам стоит попробовать женскую формулу номер 3 – БАМ-РУНГ-ЛОУ-ХИТ. Этот препарат специально разработан для женщин в пред- и постменопаузе, когда вы чувствуете приливы, когда вам плохо. Прием этих капсул тоже помогает устранить все эти негативные последствия. Следующее – это спирулина. Спирулина, она богата белком, микроэлементами, улучшает работу мозга, всех органов и систем. Также спирулина выводит тяжелые металлы из организма. И брикома длинолистная. Этот препарат многие знают как суперсредство для потенции. Но на самом деле этот препарат можно принимать не только для потенции. Я сама с удовольствием его пила, время-то пропиваю, мне нравится действие этого препарата. Он дает энергию, бодрость. И также эти капсулы, то есть после того, как ты заканчиваешь прием этих капсул, слабость, она опять не возвращается, как после каких-то энергетиков. Эврикома длинолистная, она стимулирует выработку гормона роста, который стимулирует все восстановительные процессы в нашем организме и также помогает избавиться от лишних килограмм. Трипхала. Это уникальные капсулы из трех аюрведических растений, которые тоже очищают организм, которые восстанавливают наши обменные процессы и также заряжают наш организм энергией бодрости и питают витаминами. Коэнзин Q10. Этот препарат тоже его называют витамин молодости. Он эффективно укрепляет сосудистую систему, он укрепляет сердце и наш мозг. И последняя капсула тоже, которую я могу рекомендовать при хронической усталости, это Янанг. Вообще, это очень интересные капсулы. Я их изначально искала как мужу, как лекарство от храпа. Но он пропил две недели у него, он как храпел, так продолжил храпеть. И я в итоге подарила эти капсулы няне на варикоз. Потому что эти капсулы, они так же убирают проблемы с венами. Но она слышала, что я искала эти капсулы для варикоза, и отдала своему мужу. А потом сказал мне, спасибо, а у тебя есть еще эти капсулы? Потому что я отдала своему мужу, и он больше не храпит. Я эти капсулы, значит, продолжила поедать так же и своего мужа. И он тоже перестал храпеть. Наконец-таки за три года у нас в доме тишина по ночам. То есть у нас в доме стрясается от его жуткого храпа. До этого мы очень много перепробовали, нам ничего не помогало. И как следствие, он тоже начал высыпаться, он стал чувствовать себя бодрее. Он раньше просыпается, сейчас у него есть силы ходить в спортивный зал. То есть он наконец-таки занялся собой. Также капсулу Янанг, они укрепляют иммунитет и чистят почки. В первые дни приема вы можете видеть темную мочу. У вас может быть дискомфорт. Но через 2-3 недели все проходит, и вы ощущаете на себе энергию и бодрость. Чем хороши эти капсулы? Потому что многие из них не имеют побочных действий. И они медленно и верно укрепляют и восстанавливают наш организм. Травяной чай с медом. Кофе, который вы привыкли пить ежедневно, вы можете заменить цветочным или травяным чаем. Добавив в него несколько ложечек меда, вы также сделаете полезный витаминизированный напиток. Если вы просто скушаете несколько ложечек меда, это наполнит вас энергией и бодростью, и также витаминами. Я сейчас подсела на чай из плодов кофе. Очень интересный напиток. Он похож чем-то на отвар шиповника, но также он содержит большое количество антиоксидантов и кофеина. Но кофеина там не так много, как в кофе. Уровень кофеина там примерно такой же, как в зеленом чае. Так что если вам не нравится вкус зеленого чая, вы можете заменить это чаем из плодов кофе. Там, кстати, больше антиоксидантов, чем в зеленом чае. Этот чай, он мне помогает, если я переживаю, вот в каком-то таком нервно-стретии нахожусь, он помогает мне успокоиться, но при этом заживает меня энергию. Меня не тянет сон, в отличие от остальных успокаивающих чаев. Можете тоже взять себе на заметку. У нас бывают особенные дни, в которых мы нуждаемся в особом уходе, и также нам нужен особенный рацион. В эти дни нас очень тянет на такие вещи, как шоколад, мороженое, но нам нужны совсем другие продукты. В эти дни наш организм нуждается в продуктах, которые содержат железо. Это белые грибы, это печень и почки, это персики и абрикосы, причем неважно, они в сыром виде или в виде сухофруктов. Это петрушка, картофель, яйца, ржаной хлеб и гречка. Причем печень и почки лучше тоже не жарить, а и протушить или отварить. Картофель тоже лучше варить в мундире, так у него сохраняются все полезные вещества. Яйца тоже лучше не жарить, а употреблять в вареном виде. В принципе, самые важные моменты в питании я озвучила. В следующем ролике я расскажу вам о том, как же в течение всего рабочего дня держаться на волне бодрости и энергии.